Как правило, у многих людей кошки ассоциируются с милыми и добрыми созданиями, которые радуют и забавляют своих хозяев. Но иногда встречаются породы кошек, которых милыми и добрыми назвать очень сложно. Сиамская кошка – одна из популярных пород кошек, которая прославилась чрезвычайной агрессивностью. Ввиду того, что сиамы очень хитрые и злопамятные кошки, их хозяева нередко ходят в царапинах. Поэтому прежде чем заводить такого питомца, как следует подумайте. Мекагонский бобтейл – как это ни странно звучит, но данную породу кошек содержат в доме как охранника. Эти на вид безобидные корокохвостые создания очень больно и сильно кусают тех, кто для них представляет угрозу. Абиссинские кошки – если абиссинским кошкам не уделять должного внимания, они становятся дикими, злопамятными и могут очень больно царапаться даже в самых безобидных ситуациях. Мэйн Кун – красивые кошки полосатого окраса и с большим хвостом, напоминающие енотов. Имеют покладистый характер, хорошо уживаются с членами семьи. Но если Мэйн Куна разозлить, он может нанести очень серьезные травмы своему обидчику. Британская короткошерстная – эта кошка известна своей незаурядной внешностью с коренастым телом и широкой мордой. По характеру независимая и не любит, когда с ней обращаются как с игрушкой. Если вы будете доставать кошку, то очень сильно об этом пожалеете. Саванна – самые крупные из домашних кошек с окрасом леопарда. Преданные и активные животные, но могут быть очень опасны, особенно для посторонних людей. Все-таки саванна – это гибрид африканского сервала и домашней кошки. Камышовая кошка – камышовый кот – это дикое животное, которое невозможно приручить и соответственно содержать в домашних условиях. Поэтому при встрече с камышовым котом необходимо соблюдать чрезмерную осторожность. Стоун Кугуар – крупная и очень опасная порода кошек, так как является гибридом домашней кошки и камышового кота. Признает только своего хозяина. Особенно агрессивно относится к маленьким детям, так как видит в них своих соперников. Чаузи – это гибрид дикой болотной рыси и домашней кошки. По характеру они очень агрессивны, не терпит она замкнутых пространств, даже в небольшой квартире может устроить настоящий погром. Манул – считается, что манулы – это домашние кошки и к диким никакого отношения не имеют. На самом деле это не так. Это очень независимые и скрытные кошки, которые в случае опасности могут напасть не задумываясь. А клыки и зубы у манулов гораздо длиннее, чем у обычной кошки.